Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы вновь на прямой связи на телеканале Дуньё Бойлап и в ближайшее время с вами в студии Будуядель Фазумадаминова и приглашенные эксперты. Многие государства мира сегодня активно содействуют стартапам и создают благоприятную среду для развития сообщества предпринимателей. Это, в свою очередь, позволяет привлекать капитал в страну, растить высоко квалифицированные кадры, организовывать рабочие места и, как следствие этого, улучшать качество жизни населения. О проектах, реализуемых с целью привлечения молодежи в инновационную деятельность, внедрения инновационных идей в производство, а также развития стартап-экосистемы в Узбекистане, мы поговорим сегодня в студии с приглашенными специалистами. Это Азизбек Ильхамов, начальник отдела развития стартап-экосистемы Агентства инновационного развития. Также сегодня с нами Бахадыр Джон Абдулаев, основатель компании AB Creative. Уважаемые эксперты, добро пожаловать к нам в студию. Спасибо, что нашли время и пришли, чтобы поговорить на столь интересную для многих тему. И давайте в начале нашей беседы расскажем простыми словами, что такое стартап. Стартап – это молодая компания или идея, которая стремится сделать свой продукт или услугу с высоким доходом. С простыми словами, у стартапа есть критерии. Какие? Он должен иметь какое-то решение для проблемы. Во-первых. Во-вторых, он должен быть нестандартным. Грубо говоря, нетрадиционным. Что-то инновационное. Да, нетрадиционным видом бизнеса. И с высоким доходом. Для примера могу сказать услуги такси. Раньше это как было? Раньше мы заказывали, не смогли заказывать такси. Если мы жили где-то в глубине Махали, надо было выходить на дорогу, чтобы найти такси в град, в дождь, я не знаю. И мы не знали, кто нас довезет, когда мы доедем и за какую сумму. А сейчас это решение. Во-первых, решение проблемы. Какая? Сидя дома, мы заказываем такси, она приходит. Во-первых, мы знаем конкретную сумму, мы знаем, кто нас довезет. И безопасно, и в-третьих, экономически выгодно. Ну, то есть, получается, стартап-проект, он зарождается, когда появляется идея, собирается команда, и потом уже появляется определенный такой инновационный, удобный для граждан, важно, значимый проект. А вот стартап, он может разрабатываться в любой отрасли, где применим инновационный подход? То есть, какие сферы обычно именно предназначены для реализации стартап-проектов? Нет, нельзя сказать, что определенные какие-то сферы очень хорошо развиваются именно в каких-то направлениях стартапов. Во всех сферах можно сделать стартапы, во многих медицинских, особенно в Узбекистане сейчас развивается стартап-направление, которое по IT-технологиям и по сельскоязычным направлениям. А по каким критериям можно понять, что стартап будет успешным? Я хотел бы добавить в словах Азиза, что стартап – это от английского слова «запустить». И это такая временная организация, которая направлена на поиск новой бизнес-модели. Чем отличается от малого бизнеса или, например, открыть какой-нибудь столовой или кафе от стартапа? Стартап – это ранее неизвестный проект, ранее неизвестная бизнес-модель. То есть это что-то новое? Да, это что-то новое, которое еще в бизнес-модели нет, не определено. Например, могут в старте начать тысячи компаний новыми идеями, а в финиш приходят 3-4 компании, которые единичные. И такой бизнес-проект, когда сначала зарождается идея, создается потребность, изучается, потом его, чтобы реализовать в жизни, это очень сложный момент. И все зависит от команды, и зависит от финансирования, и зависит от бизнес-модели, которые в существовании стартапов, это можно узнать, реализовать в этом проекте. Чтобы во время реализации проекта разные бизнес-модели принимаются, чтобы жить в бизнесе. Вот такой момент бывает в стартапах. А все же, какие именно критерии, как понять? То есть инновационных идей их тоже может быть очень много, но не факт, что твоя именно идея, она будет успешной, эффективной, приносить доход. То есть эта команда должна изучать рынок, наверное, изначально? Да, обязательно, свод анализа должны быть. Сначала создаются бизнес-планы, которые компания сильная сторона, слабая сторона, как у их сельевая аудитория, без маркетового исследования, невозможно его как-то анализировать и видеть проект будущего. Есть проекты, которые мыльный пузырок называются, он выглядит очень хорошо, а при этом какое-то время он нету. Идея выглядит очень хорошо, круто. Ну, то есть такая краткозначенная. Да, мыльный пузырок это называется в словах стартаперов. И это тоже зависит от многого, потому что рынок должен быть готовым. Например, что-то придумал, еще рынка нет потребности на это. Это со временем, с инфраструктурой. Например, сейчас Айзи сказал про такси. 4-5 лет это невозможно было. То есть еще не готовы были люди? Да, мы не готовы были, а когда уже сформировался интернет, высокая скорость, уже люди у всех смартфонов и потребности такого было, и это работало. Потому что, когда стартап создается, обязательно должно быть свое время создаваться и свое место. И аудитория, наверное. И аудитория должна быть готова. Да, потому что, если, например, у вас аудитория другая, а вы думаете, что у вас... Аудитория другая, да, это аудитория потом как-то не пересекаться. Ну, простыми словами, как я ранее говорил, стартап должен быть решением для какой-то проблемы. Да. Да, определенным решением для какой-то проблемы. И основной критерий у него должен быть высокий рост дохода. Ну, то есть, получается, если выстроить цепочку, то получается, это идея, команда и уже потом... А, исследование еще, и потом уже идет стартап. А вот если говорить именно о нашей стране, в Узбекистане есть государственные программы поддержки стартапов? В Узбекистане до 2019 года не было государственных программ, которые поддерживают. Но с 2019 года уже агентство финансового развития увидело более 15 миллионов долларов на стартапы в количестве 170-180 штук. То есть, уже есть поддержка? Уже поддержки. Это какая поддержка? Это безвозмездная грантовая сумма выделяется стартапам, которые подали на конкурс. В настоящее время у нас сейчас тоже есть 4 действующих конкурс, которые могут люди подать и получить до 1,5 миллиарда сумм безвозмездных. Вот это, наверное, следующий мой вопрос будет именно про это. Насколько я знаю, у вас реализуется проект Парвоз. Вот расскажите подробнее об этом проекте. Вообще, из чего вышла идея реализовать этот проект Парвоз? Как мы говорили до этого, аудитория не всегда готова. Например, выделяем гранты, да, у нас очень много грантов, очень много конкурсов, очень много направлений. Но не все об этом знают, не все могут подать. Есть какие-то, нужно создать бизнес-план, нужно придумать идею, нужно сделать компанию. Ну, разные этапы. Ну, конечно. И, исходя из этих проблем, мы придумали решение, чтобы, грубо говоря, консультировать наших молодых предпринимателей, наших молодых стартаперов. И из этого мы сейчас в неделю 5 раз делаем семинар тренинги. Именно для молодых? Именно для молодых, да, кто хочет. Кто хочет. Он просто присоединяется в группу, в телеграм-группу, открывается voice chat, начинается семинар, он задает свои вопросы. Скажет телеграм-группа, друг нашим телезрителям, тоже будет интересно. Адрес? Так и пишется, парвоз лой хасэ. А, да. Да, парвоз лой хасэ так и пишется, он заходит и может задать любые вопросы, которые он хочет узнать. Например, куда я могу подать грант? Например, у меня такой-то проект, в какое направление лучше пойти, с кем мне пообщаться. Я пишу бизнес-план, у меня не выходит вот такая-то сумма. Что нужно сделать? У нас там финансовые эксперты. То есть специалисты консультируют, да? Да, это финансовые эксперты, технические эксперты, люди, которые принимают печень. Например, у нас три этапа экспертизы. Вот эти начальники всех этих экспертиз там присутствуют. И помогают людям, как нужно проходить через их экспертизу. А вот вы сказали, что уже сейчас у вас ряд конкурсов проходит. Расскажите, например, об одном из них. Какое направление? Наверное, у каждого конкурса определенная сфера. Да, при каждом конкурсе мы определяем, кое-какие вставляем критерии, чтобы развить именно отрасль какую-нибудь. Например, скажем, Сердорио у нас теперь инновационный регион. Инновационный регион. Именно чтобы развить там малый бизнес и инновационную экосистему, мы специально для Сердорио открыли конкурс. Там неограничение возраста, неограниченная сумма и направления нет. Самое главное, чтобы этот проект реализовался в Сердорио. Любой может подать. Региональное направление. Региональное направление только. И другой конкурс, например, для, скажем, для IT-направления. У нас есть конкурс для IT-направления до 30 лет. Могут участвовать. Да, могут участвовать только до 30 лет и по направлениям только IT. Или то же самое для профессионального образования. Профессионального образования, вы знаете, у нас рабочих месяцев тоже очень много. И в то же время и безработных тоже много. И у нас решение для этого, у нас профессиональное образование, чтобы развить именно профессиональное образование и поддержать именно тех выпускников, мы специально для них открыли сейчас конкурс, они тоже могут подавать, никаких направлений там нет определенных. Самое главное, чтобы там у нас готовые шаблоны, нужно заполнить, подать и все. А вы вот уже видите эффективность? Много ли интересных проектов поступает? Очень много интересных проектов, конечно же, не все могут пройти. У нас проходимость, например, скажем, если поступит 100 проектов, пройдут максимум 15-20 проектов, получит возрождение. И, например, один из наших очень интересных проектов, вот, например, интерактивная доска. Да, об этом мы тоже поговорим совсем скоро. Хотела бы я сейчас узнать именно про тестирование будущего продукта. Это же тоже очень важно, если это не интеллектуальная какая-то собственность, а именно продукт, который люди будут использовать, применять в различных сферах. Как налажен этот процесс? Именно вот как тестируется? Я отвечу на это ваш вопрос. У молодежи много идей, которые могут быть разные. Идеи там, и IT-проектах, или IT-идеи, ну, какой-то создавать программу, или какой-то уникальный продукт, который ранее неизвестно. Ну, это идея. Каждая идея уникальная, но при этом надо его осуществить. Надо MVP создавать сам, это прототип создавать. Это процесс очень долгий. Например, у него идея, он считает себя, это уникальное, ну, это всесторонно развитое, но на самом деле там могут быть грань, которую он сам не видит, владелец идеи. И тогда вот в таких моментах помогает агенция инновационного развития. Потому что у них в каждой области есть свое отделение, и есть технопарки сейчас строятся. И там могут люди приходить, молодежь, идемным мышленникам собираться, и свою презентацию провести. Тогда можно там с университетом местным поговорить, и обсуждать именно... То есть более перейти к практике уже. Да, да, более перейти к практике. Посмотреть, как может эта идея. Потому что молодее люди не хватает, он разработчик, он своей ошибки не видит. Ну, у нас тоже был такой случай, как я когда был молодым, мы всегда разрабатывали, у нас была разработка, все придумаешь, там дизайн не доработаешь, и документациями, и так далее. А чтобы стартап развился как бизнес, и строился бизнес, там очень хорошие навыки должно быть, очень терпеливый человек должно быть. А вот сколько проходит времени, например, от идеи до уже вот ее реализации, и вот создания этого продукта? Это зависит от желания самого разработчика, это очень такой момент, он четко должен быть с тайм-менеджментом, сработать. То есть ты сам должен это продумать, да? Да, придумать, да, это идея, чтобы реализовать, что нужно. Нужно четко планировать свои действия, потом уже финансирование, третье уже набрать те люди, которые вам нужно заложить. Команда. Команда. Потом тестируй, тестируй тысячи раз, тысячи разами тестируешь, потом входит какой-то продукт, еще твои ожидания, это не могут быть. А ты что хотел, да, да, доработки. Потом уже с временем, когда человек населен на разработку, это могут год ходить. А чтобы создавать уникальный продукт, который годами люди работают, и годами его реализуют, и годами его усовершенствуют. И при этом создается уникальный продукт, который могут принять, покупать людей. Потом уже создается бизнес-модель, потом уже создается, как это реализовать, потом уже создается аксельные сертификации, и так далее. Это такой путь предпринимателя, это нелегкий. Я вам скажу, все хотят сейчас быть бизнесменом, все хотят стартапером быть. Это непростой такой путь, не всему дано. Это дано, который быть человеком, интеллектуальным в отрасли, и терпеливый должно быть. Знаете, человек может вынашивать свою идею, прорабатывать его годами, до пяти лет, до десяти лет, но когда он уже начнет делать его, например, соберет команду, и он начнет делать свою идею, это максимум на три года. Если через три года он не начнет выходить на высокий прибыль, уже стартап закроется. Такое есть. То есть тут главное работать на результат. А вот расскажите о вашем проекте, мы уже косвенно его затронули, насколько я понимаю, это производство интерактивной виртуальной видеостудии по организации дистанционного обучения и создания видеоконтента. Как зародилась целая идея? Да, эта идея зародилась во время пандемии, потому что это было, все надо было организовать онлайн обучение, если вы напомните, из-за проблемы. Из-за проблемы. Да, да. Это решение проблемы. Ну, были немалые решения, мы увидели проблемы с организацией онлайн образования тогда нынешние. И по всему миру сталкивались с такими проблемами, как быстро организовать дистанционное образование. При этом были мои идеи, как создать. До этого я, другие у меня были проекты, когда пандемия, уже все бизнес шла к ноль и прибыли не шли. И такой проблемой сталкивался тоже я. И мне было создание виртуальной студии, которые помогли четыре раза уменьшить монтажа, чтобы во время урока сразу презентацией работать, с доской работать. И преподаватели только пришли готовые с презентацией. И провели урок. И провели урок. Это можно было. В конце они получили готовый ролик. Это было невозможно в наше время, потому что как сняли мы отдельные учителя, отдельная доска, отдельный whiteboard, маркерная доска, и потом его часами сидели, монтировали. Это вы прекрасно понимаете, какую работа, что должно быть профессионально. А мы создали такой продукт, который помогает образовательному учреждению организовать дистанционное образование плюс онлайн образование в прямом эфире или записывать. И в кратчайшем сроке, как прошел, как прямый эфир. Но бывают моменты, которые преподаватели ошибаются, там можно это делать. Корректировать. Корректировать. И с этим проектом мы вышли, многих посмотрели Америку, как с этим решается, посмотрели Россию, как решается Европа, как решается. У них были решения, но не такое, как у нас. Мы именно на селе с разработкой их минусы брали, что их не хватает. То есть, получается, аналогов вот такого проекта нету в мире? В мире есть. В мире есть. У них каждое разное решение и каждое разное ценность, ценовое образование. И мы придумали такой уникальный продукт. Мы потом участвовали в многих грантовых поддержках при финансировании именно Агентства Министерства инноваций, при поддержке Агентства инновационного развития. и мы свой проект финансировали. И я, когда начал один, уже у меня в команде пять. Уже у нас дистрибьютор союз в Казахстане. И мы активно уже экспортируем. Уже более 20 вузов мы уже установили. А вот получается, основное применение это вот сфера образования вашего продукта? Нет, нет. Образование всегда везде нужно. Например, HR-системы в крупных компаниях. Надо не в Ташкент пригласить их, а можно их на место обучать. То есть какие-то семинар-тренинги тоже подходят. Да, да, да. Семинар-тренинги можно провести. Что облегчает это наше решение? Это облегчает создание видеоконтента с интерактивностью. Можно преподавать возводительное действие с презентацией во время проведения урока. Показать деталям, да? Показать, чертить, объяснить формулами именно написями в доске. Ну, также, я думаю, вот, например, проходит же очень много именно конференций, форумов международного масштаба. И, возможно, эксперты, вот наши отечественные, тоже могут подготовить, например, презентации онлайн и выступить перед своими коллегами, которые находятся в других странах. Да, потому что сейчас такое время быстро растет после пандемии. Дистанционное образование все сферы развиваются, и мы видим будущее. То есть развитие вот именно вашего продукта, вы его видите? Эффективность развития? И сейчас, дорогие телезрители, я предлагаю посмотреть ролик о возможностях интерактивной виртуальной видеостудии по организации дистанционного обучения и создания видеоконтента. Вычислить числовое выражение, используя свойства альтенетической жизни. Так запишем наш первый пункт. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мы возвращаемся к нашей беседе в студии. Напомню, сегодня мы говорим о том, как работает рынок стартапов в Узбекистане. А в чем особенность именно стартап-экосистемы в нашей стране? То есть отличие, особенность, преимущество возможно? Ну, стартап-экосистема для нас в Узбекистане это что-то новое, это молодое, у нас стартап-экосистема еще молодое, но для его развития делается очень многое, например, как мой коллега ранее упоминал, у нас в регионах есть очень много там центров для поддержки, грубо говоря, молодежные технопарки, инкубационные центры, акселерационные центры. В каждом регионе открываются инно-технопарки в четырех регионах, в остальных регионах будут молодежные технопарки. Это и есть инновационная экосистема. Собрать всех людей, стартаперов, объединить их в одном месте и чтобы увеличить нашу аудиторию, который понимает, что такая инновация и какая за ним стоит большая выгода и экономическая, и социальная. А вот сейчас вот на протяжении нашей беседы, когда мы говорим о стартапах, параллельно мы говорим о молодежи, а есть ли, например, уже более взрослые специалисты, которые тоже подают стартапы? Есть. Как я ранее говорил, человек может вынашивать свою идею годами. Есть люди, которые вынашивают годами свою идею и делают, подходят ко стартапу с научного подхода. Молодые люди как делают? У них какая-то рождалась идея, да, и они делают все, начинают делать на практике. А взрослый контингент сначала делает науку, делает все, вычисляет, как она должна быть делать, лабораторные какие-то исследования, да. И через исследование проходит на стартап. У нас тоже есть люди, которые на пенсионном возрасте уже работают с отличными стартап-проектами. А вот какой правильный подход? Вот делать все через науку, через исследование? Или вот реально пришла идея и сразу на практике ее реализовывали? Зависит от самого идеи. В первую очередь, это, как сказать, у нас инфраструктура, я говорю о своей мысли, я скажу, инфраструктура еще молодой, как мой коллега сказал. Именно стартап и система. И направление такое широко, такой момент, рынок пустой, как я говорю, потому что сейчас мы растем, новые стартапы растут и новые идеи мы. Когда запольняется, уже трудно будет, там отбор по-другому будет. Да, уже нужен какой-то еще новый, который никому не было известно, надо будет придумать. Сейчас новый, сейчас инфраструктура строится, и при этом сейчас возможность поднять, возможность получить какие-то гранты на высоком уровне. Сейчас я даю такое, для молодежи и видит нас, и я один из словов скажу молодым ребятам. Не стесняйтесь от своих идей, приходите в технопарки, там обучайтесь, экспортные, показывайте экспертам, чтобы ваши идеи рождались, ваши идеи осуществлялись как стартап, и это приносило доход вам и обществу. Это большое дело. Когда я открыл, один был, сейчас у меня 5-6 человек, уже 10. А пользуются тысячи молодежи, тысячи студентов, пользуются уже 20 университетов. Университетов, это из одного идея, вот так создать масштаб, это тоже хорошо. Если каждый человек, 10 человек так создают, это будет по-другому. Это и новые рабочие места, и пользуются в целом обществе. Улучшает наши жизни, улучшает нашу инфраструктуру, улучшает вообще сферу образования, сферу направления услуги, сфера IT. Это разные подходы. А вот если смотреть на статистику, вот год от года больше становится стартапов, более ли они направлены, целевые, вот что вы можете сказать? Какую тенденцию наблюдаете здесь? Поддержка государства, как я говорил, до 2019 года было 0, в 2019 году 20, а на сегодняшний день уже у нас больше 170 проектов. То есть это уже такой хороший показатель, да? Очень хороший показатель. А это те проекты, которые уже реализуются? Нет, это те проекты, которые уже реализуются. Среди них есть очень успешные проекты, есть которые только начинающие, исходя из каких-то проблем. Например, в примере могу сказать... Давайте, да, на примерах. В примерах, которые только начинают. Вот недавно у нас в Турции было землетрясение. Это из-за чего? То, что строительные материалы были нехорошие. То, что сильное землетрясение, но надзор был плохой. Кто-то там недобросовестно построил. Один стартапер придумал такое с помощью искусства интеллекта. Делает мониторинг сначала до конца постройки определенного здания. Каким он должен быть по проекту? Например, колонна должна быть, не знаю, полметра. Я не специалист, мы, в примере, скажем, колонна должна быть полметра. Если какой-то работник его сделает, например, 45 сантиметров, мониторинг сразу сообщит о какой-то проблеме. То есть это все автоматически? Все автоматически, да. Все автоматизировано. И идет... Человеческого фактора почти нет. Человеческого фактора почти нет. И идет круглосуточный надзор. И это тоже решение какой-то проблемы определенной. Но этот проект, он будет реализован? Конечно, мы же его дали финансирование недавно. Он уже начал делать свой продукт. В конце к этому году он уже начнет продавать свой продукт. И у него уже есть свои клиенты, готовые, которые уже ждут, чтобы быстрее дали ему. Потому что это экономически тоже выгодно. Например, заказчик не всегда может контролировать своих работников. Конечно, это же большие объемы. Большие объемы, да. Строить объекты это всегда непросто. Это хорошая идея, хороший проект, потому что в каждом заводе есть такое название ОТК. Отдел технического контроля. Когда запускается какой-нибудь продукт, там обязательно по техническим требованиям они правильно собрали или какой-то момент упущили, обязательно будет контроль качества. И это хорошо, когда мы переводим туда искусственного интеллекта. Это готовый продукт будет проверять искусственный интеллект. Там уже мы человеческие факторы уберем оттуда. Это экономия времени, средств и большая польза. И плюс человек могут ошибаться, а искусственный интеллект сложно ошибаться. Насколько я понимаю, стартап с первого дня должен ставить перед собой инновационные, точнее даже не инновационные, а амбициозные такие задачи. И безусловно экспортировать свою продукцию. Вот вы уже сказали, что вы наладили экспорт. Вот расскажите примерно, какие это объемы, какие страны. Мы населены странами СНГ. Мы частно сотрудничаем многим университетам. Обязательно я сам каждый раз в какие-то страны бываю. Обязательно провожу их там полезно, потому что я хожу, найду новых клиентов, провожу встречи, бизнес-встречи и так далее. И просто так экспортить, это очень сложный момент, как сказать. Потому что это новый продукт для Узбекистана и для стран СНГ. И там, чтобы кто-то вас просто так не встречает, обязательно надо показать, что ваш проект это уникальный, который улучшает сферу образования, в моих случаях. И мы начали сначала с Казахстана. Сейчас у нас идет среднеазиатский рынок. Центральный азиатский рынок. И мы сейчас насели на Казахстан, потому что там образование в сфере тоже быстро растет, как у нас. И у них дистанционное образование уже рано началось. Они тоже развиваются. Да, развиваются. И что у нас рынки? Сейчас в прошлом году у нас разрешение дали на дистанционное образование. 12 вузов. Это уже более 3000 студентов. Стоит такой момент рабочий в порядке. В плане стоит, как организуем дистанционное образование для студентов. Это уже потребность. Это уже потребность. Мы даем хорошее решение. И они видят это уникальное по ценовое образование, и по технологическому решению. И они там нашли дистрибьютора. Это был не просто такой путь. Мы всем отправили в вузов такое коммерческое предложение. Вот такое у нас решение есть. Мы можем провести такую встречу, презентацию провести. И раз мы нашли там 3-4 предпринимателей, начали выходить. И потом уже мы одного человека, предпринимателя нашли. И он стал дистрибьютором нашей. И сейчас он активно продает наши продукции. А мы здесь производим. Именно в Казахстане? Именно в Казахстане, да. Уже 7 вузов установлено. А вот в целом вы как-то дорабатываете свою интерактивную доску? Обязательно каждый раз, каждый раз устанавливаем. Какие-то новые функции добавляются. Да, новые функции добавляются. Мы всегда слушаем отзывы клиентов, отзывов учителей. Потому что это должно быть со стороны технического персонала удобно. Со стороны преподавательской стороны удобно. И плюс студентам. А вот в школах тоже, да, наверное, что-то помните? Да, в школах мы предлагали такой. У нас сегмент основной. Сейчас такой мы видим сегмент высшее образование. В высшее образование, там модульная система есть у них. И модульная система обязательно какой-нибудь лекции должен быть в видеоурок. Который самостоятельные студенты могли свое свободное время изучать. И такой у нас момент стоит. И мы как ищем сейчас ютубы? Все молодежь ютубы, тиктоки или какой-нибудь медиаплатформы сидят. И им удобно, чем читать, сейчас посмотреть. Короткие минуты ролики. Образовательные это или познавательные разного формата. А мы хотим сейчас национальный сегмент с нашим проектом можем увеличить разы. Потому что многие ищут на английского языка, на русского, узбекского сегмента. Именно образовательной сфере я считаю мало. Узбекистом контента сейчас голодание. Да, голодание. Там откройте какую-нибудь фейковую новость, какую-нибудь нехорошую информацию. А с нашей студией мы можем образовательной сфере, познавательной, чтобы было возможность. То есть для создания видеоконтента, который потом будет уже. Интеллектуальной сфере, да. Чтобы молодые ребята, только когда открываете, там вышел хороший интеллектуальный, познавательный контент. Да. Вот вы сейчас уже затронули тему именно изучения потребительского спроса, их интереса. А в целом, какие методы изучения существуют? Возможно, это опросы какие-то. Вот к вам вопрос. Именно со стороны агентства. Есть ли определенные мониторинги интереса потребителей? Ну, смотрите, когда разрабатывается бизнес-план, когда стартапы разрабатывают бизнес-план, у нас квартальные мониторинги идут. Кроме этого квартальных мониторингов, каждый квартал подает свои отчеты. И с ними происходит там непосредственно консалтинговые поддержки, тренинги, семинарии. Не только для тех, кто подает гранты, а тех, кто уже получил свой грант. И чтобы они выросли, да, как бы говоря, преинкубация идет, чтобы их выросли. И, конечно же, с клиентской базой им лучше работать, потому что они конкретно знают, что хочет нахрен. Да, они должны знать свою аудиторию конкретно. Если государственные вмешательства уже и тут будет, скорее всего, мы чем-то их ограничим. Ну вот вы как изучали, когда разрабатывали свой проект? Я добавлю слово Азизу, потом я свои вопросы отвечу. Государство или венчурные фонды, например, из 100 стартапов финансируют, инвестиции делают. Такой задачи должен не стоять, а 100 должен быть успешным. Вопрос стоит в том, что из них из 100 хотя бы 3 проекта будет самым успешным, и все вот это расходы покрывает. И такой задачи. У венчурных фондов, я вам скажу одно, 1% есть, чтобы стартап развивался. Получается, смотрите, финансирование может быть со стороны государства, со стороны венчурных фондов, а со стороны инвесторов обычно? Инвесторов, так, у нас пока я венчурных фондов пока не видел. Нет, венчурный фонд у нас есть, но со стороны, грубо говоря, как частных инвесторов, бывают разные инвесторы. Ангелы инвесторы, частные инвесторы. У частных инвесторов пока что доверия нет. Пока доверие стартапам, потому что инновационным проектам, у них пока доверия нет. то им лучше профинансировать свои деньги на стандартном бизнесе, который приносит там мизерную прибыль, зато у них будет… И вопрос стоит, есть момент акселерации, когда поднимается, вот мы сейчас в акселерации сидим, потому что… Это что такое? Это зарождается идея, MVP есть, прототип есть, мы подали на свой конкурс, потом уже идет финансирование, это мониторинг, там процесс акселерации, чтобы мы стали успешны, создали бизнес-модель. Они со стороны организаторов этой акселерации, они помогают методически, финансированию, экспертами и так далее. То есть такой комплексный подход получается? Да, комплексный подход. Без акселерации не создается какой-нибудь бизнес-модель, обязательно должен проходить через эту акселерацию. И многих компаний, Google, Apple, Microsoft, у них акселерация, и в том числе BBC и так далее, у них есть свой акселерационный проект, который там тоже 100 тысяч, 10 тысячам проектам там акселерация идет, и процессы 2-3, которые проекты принимают в дело. Да, но тут получается здесь такой принцип, главное не количество, а качество. А, качество, да. Вот сейчас мы говорили на протяжении всего этого времени именно про Узбекистан. А если говорить в целом про мировую практику, какая страна уже сформировала такую эффективную, качественную стартап-экосистему, вот на ваш взгляд? Кто вот идет впереди? Я вам скажу, может, Азиза, добавь. Да, добавь. Слово стартап это от Калифорнии, это Телеконова долина, потому что оттуда все модели, все стартапы хотят там работать на… Потому что там Стэнфорд университет, там еще разные университеты, которые именно студентским стартапам очень большое внимание уделяют, даже у них диплом на работу, это один отдельный стартап. Там не просто так, могут заниматься фундаментальным и прикладным, или стартапом, там такое возможно, даже инвестируются учителя, профессора именно этих стартапов, это такая инфраструктура. Это у них, да, у них создано такое условие. Они всегда хотят, такое условие, атмосфера создана, и у нас тоже мы здесь увидим, потому что у нас потенция тоже молодежи высокая, и государство уделяет большое внимание. Но мы все равно, я как понимаю, мы на начальном этапе, да, 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 ну у нас уже мы бизнес, они годами же это проходили, а у нас уже готовый моделец, который принимается в данный момент сейчас. Вы согласны с этим мнением? Это да, это нужно время, чтобы показать свой результат. Или есть еще какие-то страны, которые… Есть, конечно, очень развитая стартап-экосистема, это у нас Израиль, у них очень развита, и у них стартапы-юникорны тоже очень много, которые превышают 1 миллиарда долларов. И, кроме этого, у нас в Корее очень развиты. В Корее тоже очень пассивно раздаются деньги на ситфандинге, но, говоря, на первом стедже. На первом стедже у них тоже в университетах, в институтах очень сильно работают со стартапами. И, кроме этого, вот, выше говорили, Силиконовая долина. И Сингапур тоже очень сильно у них развитая стартап-экосистема. А на ваш взгляд, что еще нужно сделать, чтобы в нашей стране зарождалось еще больше именно перспективных стартап-проектов? Ну, как я говорил, государство выделяет очень много денег и очень много сил, чтобы развить именно стартап-экосистему. Ранее говорил, у нас во всех регионах есть наши центры, которые могут просто прийти и им окажут помощь бесплатную. Им дадут место, им дадут компьютер. Если какое-то нужно оборудование, им дадут и менторы, и оборудование дадут. Самое главное, чтобы теперь нужно начать внедрять именно инновационные идеи стартапы с начального образования, со школьного, среднего образования. Им нужно показать, какую прибыль это приносит и государству, и самому человеку, и социально-экономическую. Нужно аудиторию как бы увеличить. Информировать нужно людей. Да, информирует нужно людей. Больше информирует людей то, что есть такие-то, скажем, поддержка государственная и то, что им нужно пользоваться. Я здесь добавлю. Здесь момент стоит в том, что сам молодежь должен быть более инициативной. в планах создания инновационного продукта. Здесь зависит тоже от родителей много чего. Потому что родители не должны быть, а ты должен быть вот такой профессии выбрать, и вот такой профессии хорошо зарабатывать. Здесь вопрос не в том, сколько ты зарабатываешь. Здесь такой момент. Многие молодежи думают сейчас, новое поколение думает, как больше зарабатывать, какой профессии. А стартаперов такой не должны быть. Идея должна быть выше всего. Когда ты создаешь какой-то продукт, ты получаешь какое-то удовольствие от созданного продукта, а сам деньги идут потом. Сейчас многие хотят быстро веб-сайты создавать, хотят создавать какой-то программ обеспеченный, и потом при этом зарабатывать хорошие деньги. А не так. Сначала ты должен показать интеллектуальные способности. Сначала у него должен быть знание. Знание. Потом уже ты должен зарабатывать деньги. Как-то у тебя люди скажут, классная идея, ты победил, ты лучше зарабатываешь. А у нас первые деньги, Гаваля, такое понятие. Потом это идея. Если там большие суммы, там идет, это маленькая. Не, не такое должно быть. Сопортирование, поставленное цели. Должно быть создать новый продукт, который людям будет приносить пользу. И обществу, и всем близких людей. Потом уже ты зарабатываешь хороший прибыл, и ты потом будешь осуществлять другие цели и мечты. Ну и давайте в завершение коротко расскажем о ваших дальнейших планах. Какие планы ставит перед собой агентство инновационного развития? Агентство инновационного развития? Агентство инновационного развития. У нас есть инновационная стратегия. По стратегии у нас очень много поручений. И, скажем, на ближайший год у нас должен быть построен в остальных регионах молодежные технопарки. и на технопарки. И увеличить количество стартапов в три раза. И на это уже выделяется немалая сумма денег, и команда увеличивается, и поддержка со всех сторон есть. И хотелось бы к его словам добавить. Добавить, да. Что, да. Вот вчера разговаривал с одним человеком, да, с одним человеком. Оказывается, сейчас идет очень сильная тенденция, то, что самая молодежь не хочет поступать в институт, хочет сразу стать каким-то фрилансером, да. Это тоже хорошо. Я не говорю, это плохо. Даже люди, которые поступили на бюджет, оказывается, уходят в университет, чтобы стать там частным бизнесменом, да. И что бы хотелось сказать этим именно... Молодым людям, да. В институт поступает не ради диплома, не ради диплома, а в институт поступает, чтобы получить определенные знания. Он должен стать... Квалифицированным специалистом. Квалифицированным специалистом. И YouTube тоже хорошо, там есть какие-то знания, но высокие знания, конечно же, он получит в институте. Я это хотел сказать. Спасибо, спасибо за вашу. И ваши дальнейшие планы, ваши компании. Мы хотим весь рынок Узбекистана охватить, потому что наш продукт является уникальным и конкурентоспособным, потому что есть продукты, которые, призываясь импортным, они 10 раз подороже. И те технологические решения, которые мы даем. И дай бог, что был наш стартап мировым стартапом. Это моя мечта, моя цель. Потому что это тоже для Узбекистана это большое значение. Потому что идея, чтобы стать мировым стартапом, это тоже очень хорошо для нас. И я желаю молодым ребятам быть интеллектуальным, быть всегда, свои возможности реализовать. и всегда государство дает возможность. Надо вовремя его воспользоваться. И всем желаю удачи. Спасибо. Мы в свою очередь также желаем вам успехов, чтобы ваш стартап процветал и также появлялись новые инновационные идеи. Насколько я понимаю, когда за стартапом стоит человек с правильным пониманием сферы рынка, с актуальной идеей, то безусловно, этот стартап будет и эффективным, и приносить и прибыль, и, конечно же, пользу общества. А сейчас я хотела бы еще раз представить экспертов, которые сегодня были со мной в студии. Это Азизбек Ильхамов, начальник отдела развития стартап-экосистемы Агентства инновационного развития. Также сегодня с нами в студии был Бахадыр Джон Абдулаев, основатель компании AB Creative. Наша страна взяла курс на развитие инновационного предпринимательства. Особой поддержкой пользуются стартаперы. Это молодые люди с амбициозными бизнес-идеями. Для них проводятся десятки конкурсов и программ акселерации. Создана система государственного финансирования успешных проектов. С вами сегодня была Дельфуза Мадаминова. Оставайтесь вместе с нами на нашем телеканале. Всего вам самого доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok